Необоснованного роста цен на лекарства в Беларуси быть не должно. Такую задачу глава государства поставил, принимая сегодня с докладом, министра здравоохранения Василия Жарко. По словам Александра Лукашенко, люди не станут экономить на лекарствах, поэтому некоторые производители и торговля могут этим воспользоваться. Во время встречи речь шла и о ситуации с гриппом. В стране созданы все условия, чтобы не допустить эпидемии. Аптеки обеспечены всеми необходимыми препаратами. Подробности в репортаже Ольги Куршун. Здоровье белорусов – самая главная инвестиция государства. Этот тезис не раз звучал на встречах самого высокого уровня. Вот и сегодня эту тему затронул президент, принимая с докладом министра здравоохранения. Ситуация в соседних странах настораживает. Во многих регионах России объявлена эпидемия гриппа, подобная картина и в Украине. Для вирусов, как известно, границ нет. Отсюда и вопрос – какова эпидемиологическая ситуация в Беларуси? Работа вашей Минздравы признана весьма успешной за это время. Поэтому меня меньше интересуют вопросы. Я с ними знакомый только в работе за прошлый год министерства. Сегодня меня больше интересует текущий момент. Я хотел бы, чтобы вы мне объективно, абсолютно объективно доложили о ситуации, которая складывается в Беларуси в связи с этими ОРВИ, гриппом и так далее и тому подобное. У меня настороженная информация о больших объемах гибели людей в России. Мы открыты, мы в этом плане едины с Россией. У нас единый, так сказать, рынок и единое пространство. И люди болеют также одинаково, поскольку в Беларуси относительная тишина. Наверное, не та ситуация, далеко не та, но какова она? Я хотел бы знать. Уровень заболеваемости в нашей стране не вызывает опасений, отмечают эксперты. Впрочем, белорусы показывают стойкий иммунитет к гриппу вот уже несколько лет. В борьбе с инфекцией в некотором смысле стал переломным 2009 год. Тогда эпидемия гриппа наделала много шума. Но и уровень иммунизации населения был очень низким, всего 7%. Сегодня этот показатель превышает уже 40%. Ситуация по заболеваемости, простудными заболеваниями, в том числе и гриппом, у нас находится на низком уровне. Даже если брать по сравнению с прошлым годом, так на сегодняшний день на 10% ниже, чем в прошлом году. У нас нет эпидемии и даже ее не намечается. Было последние две недели немножко рост заболеваемости, но это и животный рост заболеваемости. Испытания вирусом каждый год проходит и отечественная фармацевтика. Ведь от качества и в этой ситуации количество препаратов во многом зависит и эффективность лечения. С 2012 года выпуск отечественных препаратов увеличился почти в три раза. В этом году, я надеюсь, если регистрация завершится успешно, то мы к сентябру месяца произведем необходимое нашей стране количество порядка 3,5 миллионов доз и поставим на рынок. Одним словом, белорусы без защиты не останутся. А в аптеках и сегодня выбор на любой вкус и кошелек. На полках и отечественные, и импортные препараты. Ограничивать ассортимент никто не собирается. Но глава государства отмечает, что белорусы должны быть защищены от необоснованного завышения цен на лекарства. Мы имеем своих лекарств больше половины, но что в этих лекарствах? Ну понятно, где-то там субстанции и все остальное, какая добавленная стоимость и так далее. И вообще ваше впечатление с выходом на аптеки, как они работают. Потому что мы по торговле рассматривали вопросы. Точно так вам придется делать, если это нужно. И по аптекам. Но вы меня информировали, что они у вас абсолютно управляемые, неважно, государственные, частные. Но нам тоже нельзя упустить этот вопрос. В этом плане наши производители, особенно торговля, будут стараться цены потихоньку-потихоньку двигать. Вот это недопустимо. Конечно, я не за то, чтобы мы загнали аптеки или других производителей в убытки. В противном случае мы будем вымывать номенклатуру товаров и лекарств. Никто убыток работать не будет. Но и наживаться за счет этого, особенно тем торгующим организациям, позволить нельзя. В этой аптеке грипп встречают во всеоружии. Дефицита противовирусных препаратов нет. Здесь только для снятия симптомов ОРВИ и гриппа отечественных препаратов в форме САШЕ около 20 видов. Да и свои дешевле зарубежных примерно в три раза. Директор крупной аптечной сети отмечает, что это оптимальное соответствие цена-качество. Да и белорусы в последнее время изменили свой взгляд на наши пилюли. У нашему предприятию увеличился ассортимент лекарственных средств белорусского производства на 160 наименований. Цены стабильно держатся. Министерство здравоохранения этот вопрос держит на постоянном контроле и не позволяет увеличивать цены, особенно в связи с ростом заболеваемости. На встрече обсуждали и ситуацию с детской областной клинической больницей в Гомеле. Речь о реконструкции здания, либо о строительстве нового корпуса ведется давно, но пока конкретное решение не принято. Президент поручил профильному министру разобраться в этом вопросе. Решение такое, мне вместе с губернатором еще раз вернуться надо делать. Надо делать, но каким путем? Или будет новое строительство, или строительство на этой площадке, плюс реконструкция. Мы с губернатором определимся и в течение двух лет учреждение должно быть полностью готово. Чтобы не допустить эпидемии, одно из главных условий, как показывает опыт, тщательная подготовка. В нашей стране в этом направлении идет активная работа. К примеру, в период повышенной заболеваемости участковые врачи работают в выходные дни. Вольницы полностью оснащены нужными препаратами. По прогнозам специалистов, к концу уже этой недели уровень заболеваемости снизится еще на 10-15%. Ольга Коршун, Юлия Бешанова, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.